Я бы хотела спросить, как вы видите все-таки? Вас устраивает вот это культурное развитие Славудичи как культурной столицы? Или вам бы хотелось все-таки, чтобы и IT-технологии активно, и производство развивалось? Ну, как-то вот немножко в сторону индустрии. Ну, скорее всего, эти эмоции вызывают тем, что мы действительно стали культурной столицей Украины, малою культурной столицей, выиграли этот конкурс. Приятно выиграть, всегда приятно. Вдвече приятно, что в 2020 году через карантинные обмежения мы не проведем, а проведем в 2021 году, то мы фактически культурная столица на два года. Как Токио, столица Олимпиады на два года. Но мне кажется, что эти креативные индустрии, которые считаются главными в Славудичи, они просто на первом плане. Мы их видим. Мы их видим. Мы видим заходы, мы видим разные локации, которые работают на этих заходах. Мы их проводим, приходим на концерты, на фудкорты. Это все показово, это все на виду. И мы не видимо тех вещей, которые происходят в индустрии, в IT-технологиях, то, что хотелось нам також залучать. Но надо понимать, что сегодняшние технологии, виробничие технологии, они набагато меньше створяют рабочих мест, чем раньше. Просто в разы. Технологии перемагают людину, и людский фактор, будь-який инвестор намагается уменьшить до минимума. Поэтому не нужно сподіваться, что кто-то приедет в Славудич с великим чемоданом грошей, привезет инвестицию на будь-то завод на 5 тысяч людей и даст им рабочие места. Ну, по-перше, у нас уже немає стольких людей, которые пошли на работу. Сьогодні в IT-галузе, например, Валентина Дарнопих, которая занимается этим развитием, это классная компания, которая выросла в Славудичи, которая работает сегодня. На внешний рынок они получили замовление от Национального банка Украины. Это хороший уровень. Они сегодня шукают фаховцев за межами Славудича, даже для того, чтобы их навчать. Не готовых фаховцев, а даже навчать, не хватает людей в Славудичи. Мы не видим тех производителей, которые появляются в Славудичи, потому что они занимаются, снова таки, экспортом своей продукции за межи міста. Это не есть споживание внутренне, потому что наш рынок за малий. Как пример, это современные мыющиеся средства, про которые мы ничего не слышали, пока не начались карантинные ограничения, и нам не нужны дезинфекующие средства для наших закладов. А хлопцы говорят, что мы делаем это, пожалуйста. Мы были постоянно 100% обеспечены всеми дезинфекующими средствами, и в лекарнии, и в городских местах. С этим не было проблем. Но работа этого предприятия никто даже в Славудичи не вспоминает. Это невелика кілька, до 15-20 рабочих мест, но это постоянно действие предприятия, постоянно действие виробничество. Сегодня я с гордостью могу сказать, что базальтовые технологии начали работать. Ноу-хау взагалі украинское, найтонша нитка базальтового в свете сьогодні виробляється в Славудичи. Это произошло буквально месяц назад, мы их ждали, 3 года они проведали этот проект, и вешті-вешт запрацювали. Я понимаю, что это новый поштовх для Славудичи, потому что вокруг этой базальтовой нитки могут создавать малые предприятия в разных направлениях. Шоломы выготовить, скейты, лижи, все, что заводено. Яхты, врешті-решт, у них уже есть попередній контракт с німцями, которые готовы выготовить яхты из их базальтовой нитки. Но мы их не видим, этих технологий. Они працюють на промышленности. В общем-то, Полігран, фирма, которая занимается выготовлением паперовой тари, флекс-виготовлением. 250 людей працюют. Славудич про это очень мало, потому что это промышленность, и те, кто там працюет, они знают про это виробничество. Те, кто до этого не причетный, они не споживают эту продукцию и не понимают, что это виробляется в Славудичи. Таких направлений достаточно много. Катерина Волкова, фирма Влад, швейное виробничество. Тут трошки більше знаем, бо еще и споживачи цієї продукции, но это же снова экспорт Славудича, это экспорт в велику мережу торговельную Ашан. Найбільше, мне кажется, по масштабам самих магазинов в Украине, это европейская мережа, французская мережа. Они працюють на экспорт не лише Славудича, а и Украины. И эти виробничества развиваются и происходят в Славудичи. Не просто сьогодні инвесторам. И чекати, что прийде инвестор с грошима зовнішній, а тим больше не с Украины, сегодня в нашу Украину, ну, навряд чи це відбудется. Навряд чи це відбудется. Треба вирощувати місцевого инвестора, спонукати его до цього, залучати. И я думаю, бизнес-парк, который мы сейчас строим, это такой инструмент, который нам даст эту возможность. Потому что мы створюем умовы, когда невеликий инвестор, новый инвестор может отримать сразу якісные умовы для своего виробництва. Мы уже маем деколька попередних заявок від предпринимателей на развитие своего дела в цьому бизнес-парку. В липнем месяце, я думаю, відбудется уже ведение в эксплуатацию, в цей будильнице европейский проект. Если мы снова скажем, что мы сделали в Славутичу за эти годы. Я когда-то порахую в ближчем время, сколько из внешних инвестиций, именно в инфраструктуру города, мы завели грантовых, государственных программ, областных программ, то есть внешних денег. Не податков местян, не податков, которые подходят до местного бюджета, а именно из внешнего финансирования. Я думаю, это будет достаточно непогана сумма, непогана цифра. Потому что мы сделали термосанацию дитячего садка 2-го школы, мы сделали термосанацию 4-го школы, заменили все окна в нашей освещенной инфраструктуре, бизнес-парке. И так можно перелечить по дребным проектам. Даже мала культурная столица Украины, это же не просто титул, это не просто звание, это еще и деньги. Это 10 миллионов грантовых денег на следующий год на все заходы. Когда мы говорим, а где деньги? Вот где эти деньги? Мы выигрываем конкурсы, мы отримываем внешние финансирования, и мы залучаем в Славутич финансовые потоки уже внешние. Когда приезжают люди, они втрачают деньги в Славутич. Они смотрятся на Славутич, а некоторые из них остаются тут жить. И это, мабуть, найважливое завдание – продать Славутич. Продать для тех, кто готов сюда приехать. Нам сегодня не хватает людей. У нас шаленная инфраструктура, которую мы отримываем, а людей, которые бы использовали эту инфраструктуру, не так много. Это означает рабочие места, податки и возможности для Славутича. Поэтому, когда мы говорим про креативную индустрию, это то, что привабливает людей и демонстрирует место людям. Может быть, никто из инвесторов, которые сегодня работают в Славутич, никогда бы не слышал, если бы мы не имели связь с Чернобылем и были таким постчернобыльским городом, або не проводили зосю нашу, как пример. То есть, город нужно продавать на поверхность, маленькое городе, обязанное бороться за свое право на существование именно таким образом. И, кстати, сейчас я вас слушаю, мне в некоторой степени удивительно, если учесть, что очень многие сейчас боятся инвестировать вообще в экономику Украины из-за нестабильности политической ситуации. А тут, в принципе, как вы говорите, достаточно серьезные финансовые потоки получаются в Славутича. Даже и невеликий кост, на мой взгляд, еще одна наша гордость – это Сонячный кооператив. Сонячное место, энергокоператив, который первый в Украине, муниципальный, мы являемся участниками этого кооператива. Славутичане не очень охотно пошли, потому что, наверное, недоверие у нас есть в бизнесе. Мы имеем документальность, мы работаем на государственных предприятиях. Бизнес – это что-то для нас неведомое, и что будет от этого риск, мы не знаем. Но если мы поднимемся, кто инвестировал в Сонячное место в Славутичі, то там такие прозвища есть интересные, поверьте мне. И, как говорит Андрей Зинченко, который является керевником этого всего, который является генератором идей в направлении Сонячного кооператива. Если я соберу всех своих инвесторов, учителей кооператива, а все они – члены кооператива, то я в всей стране много вопросов могу решить, потому что там есть и заступники министра, и глава фонда энергоэффективности, и очень много, много поважных людей, для них это имя же у вас было давало. Это невеликие кошти, которые они вклали в первый энергетический кооператив, в Сонячную энергию, в восстановленную энергию. Это певная философия. Это даже не бизнес, не инвестиция, это певная философия. И это тоже варте внимания, это тоже притягивает до Славутича внимания этих людей. Они инвестировали в Сонячное место, в Славутичо. Не в Киеве, не в Харькове, не в Одессе. В Славутич, на певночі України, в Сонячную энергию. Но эти люди витратили свои свои деньги, они проголосовали за Славутич своими деньги. И это важно, это нужно враховывать, что не только большие инвестиции заслуждают на увагу, а маленькие инвестиции не меньше важливые. А найважливейшие инвестиции взагалі внутренние. Когда внутренний предприниматель вкладывает деньги в развитие, его нужно максимально поддерживать. Потому что это надежный инвестор. Он никуда не поедет. Он вкладывает деньги в своем родном городе, и он будет работать дальше. Что внешний инвестор вимагает умов, приехал, не вышло, забрал обладнание, поехал, все, нет. Кронпак, как пример. Хотя бы сильное предпринимательство было, которое произошло из арены после евроинтеграции, после договора с Европейским Союзом. Они втратили этот рынок, не смогли выдержать конкуренцию. И мы их не видим. Их нет. Но на их место пришли как раз базартовые технологии. Поэтому это для нас певная победа. И мы не втратили, а, мне кажется, наоборот выиграли от этого. Периодически на разных сомнительных интернет-ресурсах я встречаю статьи, ну как бы разоблачительные статьи в ваш адрес. И мне интересно, вы знаете, во-первых, кто это делает, во-вторых, какие ваши действия, на ваш взгляд, сподвигли ваших оппонентов к таким методам прибегать? Ну, мне кажется, что это культура политической борьбы в Украине взагалі. Когда мы говорим про политическую нестабильность, то это ее частина. Это ее частина, когда в политическом просторе будь-хто может вкинути будь-якую информацию и понимает, что покараний он за это не будет. Прикро, что люди иногда на это реагируют. Тут важно, чтобы мы все были сведомыми. Чтобы мы все простые, зрозумелые речи были. Анализом занимались. Анализом, потому что все данные, они в открытых джерелах. Ласка, проанализуй, чи правду пише той или иной ресурс, или нет. В большей мере, это связано с тем, что ЕО хочет финансировать такие вещи. Скорее всего, политические оппоненты, которые... Это явно заказные статьи. Да, которые планируют в политической борьбе победить в будущем. Поэтому, зрозуміло, что им нужно за эту победу бороться уже сегодня и уже вчера. Потому что завтра будет поздно, все понимают, что когда месяц или два до выборов появляются какие-то брудные вещи, то это связано исключительно с выборами. Если это появляется немного раньше, то шансов отримать частину электората или отбить частину электората у тех или иных людей набагато больше. Я абсолютно спокойно до этого отношусь. Я понимаю, что сегодня это реальность Украины. И я далеко не в топе тех, до кого такое отношение. И даже в местном самоврядувании, среди мер, есть желание у людей заработать деньги таким образом. Мы не можем им это заборонить. Это уже моральные вещи. Ты або этим занимаешься, ты говоришь, что деньги не имеют при смаке или запахе, я их заработаю. Я же не делаю что-то против закона. Закон мне это позволяет делать. Або даже если это на межи закону, то это моральные вещи. Есть те, кто замовляет, имея какие-то планы на будущее, понимая, что таким образом они уменьшают рейтинг того или иного політика, того или иного мера города. И тут тоже мы заборонить этого не можем. Так сегодня влаштовано украинское суспільство. Мы сегодня имеем такой уровень зрелости. Когда эта зрелость выросла, то эти вещи просто не будут иметь сенсу. Потому что они будут безглуздыми и никто на них звертати увагу не будет. Хотя даже достаточно развивание европейское суспільство имеет проблемы те же самые. Если мы возьмем Brexit в Великой Британии и расследование уже после Brexit, то вказано на то, что таких маніпуляций было достаточно много. Сьогодні информационный простор переповнен маніпуляциями. И нам очень сложно объяснить, где правда, где неправда. Правда всегда посередине. Вона дастся между полярными речами, между абсолютным позитивом и абсолютным негативом. И правда потребует аналитики. Если человек святая, то она должна заниматься аналитикой. Если ты хочешь делать святой выбор, то проанализуй. Это не важно. Это не важно. Еще раз повторю. Сьогодні в доступе ресурсов, которые позволяют проанализовать будь что, будь про кого. Где был, что делал, как жив. Будь ласка. Все, как на долоне. Тому я этого не боюсь. Я понимаю, что от этого не уникнешь. И с этим нужно жить. А бороться с этим очень просто. Ты просто делаешь свою работу. Робишь ее качественно. Робишь ее щиро. И тогда это приносит успех. И это дает тебе возможность быть честным в первую очередь самим собой. Это самое главное. В жизни быть честным самим собой. То есть вы воспринимаете это как политический черный пиар. И соответственно понимаете, что ваши оппоненты, конкуренты предполагают, что вы будете баллотироваться на следующих выборах на кресло мэра города. Это так? Вы собираетесь это делать? Ну, посмотрите, посада мэра – это не самоцель. Я уже про это сказал, что у меня не было такой мрії в жизни стати мером або державным діячем. Это инструмент. Посада керевника, посада міського главы, президента краяни навіть, або іншого посадовца. Это инструмент, который ты можешь использовать або якісно, або неякісно. Если ты хочешь иметь этот инструмент, ты должен его отримать или бороться за него. Мне этот инструмент нравится, я понимаю, что этот инструмент позволяет реализовать певную стратегию для Славутича. Еще раз повторю, главная мотивация – это сам Славутич. Я тут живу большую часть своего сведомого життя. Когда я ищу на посаду міського главы, мне было, я так понимаю, меньше 40, это означает, что больше половины своего життя я уже прожив в Славутичу. А если прибрати дитинство, подлитковый период, когда мы говорим про сведомое життя, про самостоятельное життя, то практически все было в Славутичу. За выключением двух-трех лет учения в Киеве в УЗИ. Это моё место. Это моё место. Я тут произошел как человек. Тут моя семья. Тут мои дети. И я хочу, чтобы она развивалась. Поэтому, конечно, инструмент муського главы даёт мне возможность развивать его. Но тут не можно идти на посаду муського главы. То, что мне не нравится в сегодняшней ситуации, одноосибно. Ты должен иметь команду однодумцев, иметь команду поддержки, которая разделяет твои думки, разделяет твою стратегию, разделяет твоё бачение развития места на следующие годы. Еще раз повторю. Первая каденция для меня была задача. Номер один – отримать место не гирше, чем стабильность. Сьогодні ми розуміємо, що нам треба перезавантаження. Воно точно треба. Воно точно треба. І навіть в напрямку індустрії. Чорнобильська зона повинна розвиватись. Її треба освоювати не просто з нятям з експлуатації. Це потужний, класний механізм, який може давати набагато більше, ніж сьогодні є. Це і поводження з відпрацьованим ядерним палом. Децентралізоване сховище, яке будується в Чорнобильській зоні. Це і альтернативна енергетика. І Славутич тут повинен бути просто на передовій. Ми не повинні втрачати позиції. Так само, як і розвивати культурні речі в місті, креативній індустрії. А взагалі моя мрія – це місто університет. Це місто науки, це місто освіти, це місто IT-галузі. Тобто оці речі, які мають інтелектуальний труд за собою. Не просто технології, на яких ми працюємо, а технології, які ми створюємо. До цього повинен прагнути Славутич. Якщо буде таке бачення у команди і буде підтримка, то я буду задоволений цим, звичайно. Звичайно, бажання отримати інструмент міського голови для того, щоб це реалізовувати, в мене є. Як буде далі, ми побачимо, дочекаємось виборів і побачимо, що скажуть Славутиччани. Але таке бажання залишається. Ну все-таки, вот сейчас я вас слушаю, і у мене в голові такая вирісовується ніяка інфографіка, то есть вот разные там городські структуры, которые один ответственен за то, другой за то. Каждый выполняє свою роботу, а в центрі знаходиться городський председатель, который руководить. Ну в чому именно конкретно заключаються його задачі? Вот знаете, как туда-туда-туда. Можно так по пунктам? Найпростіше, характеристика міського голови для таких країн, як Україна. Володимир Петрович, я скористаюсь його думками, він для мене філософ, і я вважаю, це найвища ступень, це навіть не професор, це філософ. Головна політика міського голови – це каналізація. Каналізація як сфера соціальних послуг, як сфера послуг для населення в цілому, комфортність життя, якість життя цих людей. Але для Славутича, для міста монопрофільного, яке пережило закриття Чорнобильської станції, ми побудовані для того, щоб Чорнобильська станція функціонувала. Так і визначено для працівників Чорнобильської АЕС. Її зупиняють, і в нас немає цих робочих місць, в нас немає цього прибутку від станції, який ми можемо направляти. І ми повинні шукати шляхи перенародження. Для Славутича дуже важлива зовнішня політика. Тому, окрім цієї каналізації, як кажете, управління кожним напрямком, дуже важливо для міського голови зовнішня політика зовнішній світ і зовнішні промоції. Ми повинні бути на слуху постійно. Те, що ми там – мала культурна столиця України. Все, про це дізнається вся Україна точно, тому що там велика промокампанія, і ми будемо з цим працювати. Ми найкраща громада, найспроможніша громада 2019 року, серед 1320 громад. Можна бути в топ-10, а можна бути першим, і це означає, що про тебе всі знають. Ми не повинні дати навіть думки забути про Славутич. Славутич завжди повинен бути в топі. Славутич завжди повинен бути в перших місцях, в найкращих місцях, залучати найновіші технології в управлінні, в розвитку громади. І от для цього міський голова повинен працювати. Навіть не стільки зради каналізації. От каналізація повинна працювати сама, а зовнішня політика – це більша робота міського голови. І найважливіше для міста, для міської влади – це питання репутації. От інвестор йде в першу чергу туди, де є репутація міської влади. Коли вона присутня – присутній інвестор. Коли ця репутація в зовнішньому, знову ж таки, політикумі немає якості, то будь-які преференції, які ти даєш, вони не будуть залучати інвестицій. Інвестиції в Славутич можна залучити тільки тримаючи в тонусі всю Україну тим, що ми такі є, що про нас не можна забувати. Навіть гра Чернігівська область – не Чернігівська область. Ми знову на слуху, ми знову в обговоренні, і це важливо. Ми повинні бути такими, інакше про нас забудуть. Я ще раз повторюю, чорнобильці вже давно не в тренді. І якщо Славутич забуде про чорнобильців, то про них вже точно ніхто не згадає. Ми повинні боротися і за це. Тому, так, для міського голови Славутича дуже важлива зовнішня політика. Дуже важливе залучення зовнішніх інвестицій. І в нас дуже малий внутрішній ринок. Ми не зможемо утримати місто тільки внутрішнім ринком. Ми не є самодостатні споживачі того, що виробляємо в Славутичі. І це експорт, і це важливо, це залучення фінансових потоків, значить Славутич зовнішньо. Я так розумію, основна задача – це продвіження, внешнє продвіження Славутича як бренд. Для Славутича – так. Але в цілому для міського голови все-таки каналізація як комфорт життя. Як комфорт життя, як комфорт відносин, врешті-решт. От зараз Славутич в цей період найкращий. Травень місяць ще й дощі пройшли, все зелене. Газончики покошені, квіти привезені. Ми хочемо реновації, ми хочемо нову площу, ми хочемо нові фасади будівель. Це нормальне бажання, і до цього треба прагнути. І це буде. Це все одно процеси, які рано чи пізно відбудуться. Це треба накопичувати ресурси, залучати їх в Славутич і використовувати. І поступово проводити цю реновацію, але не забувати про розвиток. Не просто проводити реновацію тієї чи іншої будівлі, а розуміти, для чого ти це проводиш і що далі. І як ми працюємо в сфері енергозбереження, енергоменеджмент, аналіз, верифікація даних і далі плани на майбутнє. І цей процес постійний, його не можна зупинити. Можна я небольшой секрет открою вашу? Будь ласка. У вас недавно ребіночек родився. Я іскренне вас поздравляю, тому що сама мама, і я понимаю, як це щастя, це взагалі діти. Але, тем не мене, я прекрасно понимаю, що, коли появляються маленькі діти, то все плани корректируються під них, а не центр вселенной. І в будь-якому випадку, вся життя вокруг них вертеться. Звісно, преимущественно це касається мамы, але, тем не мене, папа теж не в стороні стоїть, я так понимаю. Произошла ли какая-то корректировка ваших личних планов, можливо, робочих планов, після рождения дитина? І, кстати, якщо не секрет, розкажите, хто родився, де рожали? Це не секрет, насправді я просто цим не афішую. Я не викладаю в Фейсбуці чи в соціальних мережах якісь сімейні події, тому що вважаю, що це абсолютно інша сфера життя. Це особисте життя. Так, народилась донька, народжували ми в місті Чернігіві, в періонатальному центрі, класні лікарі, велика подяка за те, що ми маємо таку красуню в себе. Чи скоригували це плани? Звичайно так. Звичайно так, ти по-іншому дивишся на світ, коли в тебе з'являється, особливо в такому віці, маленька дитина, ти розумієш, що насправді от те, ради чого ти живеш. Взагалі, сенс життя – це діти. І ми повинні це розуміти, і хто б що не казав, нема нічого важливішого за дітей в цьому світі. Тому що вони наше все, навіть не майбутнє. Вони вже наше сьогодні. Навіть не майбутнє, а сьогодні. Я кажу дуже просто. У мене на найближчі 17 років, окрім Славутича, немає планів. Тому що кращого міста, ніж Славутич, ну, вибачте за таку фразу, вирощувати дітей – немає де. Ростити дітей. Та інфраструктура, ті можливості, які мають діти в Славутичі, їх точно немає ніде. Так, є кращі речі в Києві, навіть в Чернігові, але об'єднати все це і дати дитині такий максимум ти зможеш тільки в Славутичі. Тому інших планів, ніж Славутич, в мене найближчі 17 років немає. Я сподіваюся, що моя донька буде випускницею в Славутичському навчальному закладі. Ну, а далі вже як доля складеться, це буде трошки пізніше і побачимо, як життя буде. Як назвали малышку? Ліза назвала її, Лізавєта. Здоров'я, Лізачки і родителям. Я дуже вам благодарна, що ми сьогодні змогли з вами поговорити. Я поздравляю з наступаючим днем міста. І я сподіваюся, що дійсно все, що ви озвучили сьогодні, і процветання, і розвиття Славутича, все це не за горами, і все буде добре. Дякую, тим більше День міста в цьому році буде особливим. Незважаючи на те, що ми заходи загальноміські переносимо на осінь, ми все-таки не хочемо втрачати нашу традицію славутицьку ходу на День міста, загальну ходу всіх колективів. Ми її проведемо на золоту осінь Славутич. Я сподіваюся, що там вже все буде нормально з карантином. А цей День міста весь буде в онлайні, буде класний телемарафон, буде багато конкурсів в онлайн, і навіть квести ми готуємо для славутичан. Справді, ми живемо зараз в особливий період. Навіть є такий жарт, коли користуєшся машиною часу, не нажимай 2020, бо дуже непросто все в цьому році для світу. Але ми повинні розуміти, що суспільство повинно рухатись далі. Сьогодні ми вже маємо певне ослаблення карантинних обмежень і розуміння того, що з цим можна жити. І з цим варто жити і розуміти, що світ сьогодні такий. Ми повинні змінити своє відношення до життя, ми повинні змінити своє відношення до особистої гігієни, врешті-решт, мити руки, користуватись дезінфікуючими засобами. Але розуміти, що життя в онлайні також є. Свого часу я казав, вийдіть з того онлайну, є ж нормальне життя, спілкування. А тепер кажу, ні, давайте більше в онлайн. Там теж цікаво, сьогодні ми працюємо в режимі онлайн-конференції, класну конференцію провели Інудеко, по-нову відкрили для себе її. І мені здається, я сподіваюся, що День міста в онлайні, він також буде цікавий. Це буде цікавий досвід для славутищан, для всіх нас, а як це в онлайні провести День міста. Як створити собі свято без шашлику, без сцени, концерту, без всіх цих речей. Чи можливо свято всередині, в душі, в твоїх відчуттях, в твоїх емоціях. Ми з вами розпочали з емоцій, все в емоціях. Ми будемо намагатись дати цю емоцію через онлайн, через дистанцію славутищанам, але все залежить від кожного з нас. Яка буде наша емоція, яке буде наше життя, яке буде наше місто, Славутищ, ми тільки керуємо цим процесом. В заключенні хочу від себе лично сказати, огромне спасибо Славутищу, славутищанам, тому що, якщо ми починали з того нелегкого періоду 13-14 року, у мене це теж було, якраз рождення дитина, беременность, і в той період Славутищ мене сильно підтримав, я їй искренне благодарна, спасибо. Дякую вам.